Генеральный спонсор передачи – магазин косметики Skin Time. Ваша красота – наша работа. Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня пятница, а это значит с вами вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова и Юлиана Ким. Мы рады приветствовать вас на НВК САХА, передаче «Город женщин». Девочки, ко мне обратилась знакомая с просьбой помочь организовать свою жизнь. Она ведет активный образ жизни, работает на двух работах. У нее двое детей, муж, все выходные у нее заняты, секции, кружки, различные мероприятия. И она спрашивает, как объять необъятное, как же все успеть? Ну, чтобы все успевать, нам необходим навык самоорганизации. И вот именно нам, женщинам, он просто необходим, потому что именно от нас зависит благополучие наших близких. Я считаю, что когда человек работает, он более организованный, чем который сидит дома. Я считаю, что нужно уметь правильно расставлять приоритеты. Например, важные задачи ставить вперед, менее важные – последний пункт списка. И нужно правильно планировать свой день. Например, если ты запланировал сегодня успеть 10 дел, а сделаешь 8, то, соответственно, придет разочарование. А если же запланируешь 2 дела сделать, а успеешь 5, почувствуешь себя героем. Да, действительно. Давайте попробуем разобраться, как же организовать свою жизнь. Бывает так, что планируешь-планируешь, но из-за непредвиденных обстоятельств все берет и срывается. А потом и вовсе вообще забываешь о том, что ты там когда-то запланировал. И сегодня мы попросили нашу Надежду Долбараеву помочь организовать свою жизнь. Привет, прекрасные! С вами Надежда Долбараева, психолог, колледж, корпоративный и бизнес-тренер компании списка Top Google Forge 500 в Чикаго. Кто не управляет своим временем, не управляет своей жизнью. Если вы действительно решили взять собственную жизнь в руки, вам пригодятся следующие советы по тайм-менеджменту. Первое. Мы не можем управлять тем, что мы не измерили. Поэтому в первую очередь возьмите листок бумаги и записывайте каждые 10 минут в течение дня, на что вы их потратили. Затем проанализируйте. Второе. Вы, возможно, удивитесь, сколько времени вы посвящаете ненужным делам. Например, дороге или интернету. Постарайтесь избавиться от всего ненужного, оставив только нужное. Третье правило. Распорядок дня и режим. Когда мы были своими детьми, наши родители старались нас укладывать в одно время и кормить через определенные промежутки времени. Для взрослого человека это тоже важно для того, чтобы быть высокоэффективным. Четвертое. Здоровый сон. 8 часов в день необходимо нам для того, чтобы наш мозг функционировал в течение дня. Пятое правило. Планирование. Я хочу познакомить вас с системой планирования Kanban из японского тайм-менеджмента. Мы ее используем в Toyota Motor. Вы берете разноцветные стикеры, где каждый цвет означает определенную категорию выполнения дел. И записываете, что вам нужно сделать в течение дня или в течение недели. В первой колонке вы располагаете все ваши стикеры, которые необходимо сделать. Это колонка To Do. Вторая колонка это то, что находится в процессе. То есть вы перекладываете листики из первой колонки во вторую, когда они находятся в процессе. Третья колонка это то, что выполнено. Вы заметите, как вы сами будете высоко замотивированы перекладывать ваши стикеры из колонки, что запланировано, выполнено. И приводит к вам присоединяться в ваши домочадцы. Особенно если вы такую доску сделаете где-нибудь на холодильнике или на окне. Очень наглядно, очень видно, потому что наша голова создана для того, чтобы идеи, какие-то вещи запоминать, а для того, чтобы генерировать новое. И не забывайте запланировать также какую-то приятность. Пусть это будет просмотр фильма или шоколадка. Я уверена, что эта доска поможет вам в планировании вашей жизни и ваша эффективность повысится. Я желаю вам всего наилучшего и пусть ваш лайф будет в камере. Действительно, да, все гениальное просто. Надо тоже взять на заметку и попробовать. А вот я уже использую эту систему. Моя канбан-доска висит прямо на холодильнике и ежедневно я могу контролировать свою продуктивность. Мне кажется, что нам будет доставлять удовольствие не завершенные дела, а именно наклеечки переклеивать. Да, да, да. Это самое интересное, да? Мне нравится. Я хочу сказать, что мы сегодня пригласили в гости девушку, которая умеет управлять энергией в доме. Так, знакомьтесь. Александра Киселева поделится секретами фэн-шуй. Александра, добрый день. Сегодня мы говорим о том, как организовать свою жизнь. Скажи, какие предметы в доме усиливают организованность и собранность? Ну, наверное, банально все ответят, что это часы. Хотя меня многие воспринимают как мастера по фэн-шу и так далее, но я больше все-таки астролог, профессиональный астролог, который живет этим уже много лет и двигается дальше. Поэтому я все воспринимаю с точки зрения астрологии. Дело в том, что есть пять элементов – земля, огонь, вода, металл, дерево. И каждому человеку, у каждого человека циклично меняются эти энергии. То есть в эти пять лет, например, полезен металл и вода, в следующие пять лет – огонь и дерево. Так вот, как раз-таки организованность, структурированность, порядок очень нужен тем, для кого полезен металл. То есть если металл на первом месте, на первом или на втором месте в рейтинге, то, естественно, чем больше человек будет организовать свое время, пространство, рассчитывать часы, не опаздывать на встречи, вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, то у него энергия будет всегда идти вверх. Это очень успешные люди. А как узнать, кому полезен металл? Ну, это надо прийти ко мне на консультации или самим изучать эту тему. Это очень интересно, на самом деле. Бадзи, восточная астрология Бадзи. Также я сейчас еще увлекаюсь Цивэйду Ушу, 12 дворцов. Вот как раз-таки в 12 дворцах управление энергией времени и вообще управление своей энергией очень на высоком уровне можно изучить эту тему именно в 12 дворцах. Как интересно, да? А вот я знаю, что именно порядок в доме, он же помогает человеку быть организованным. А еще я знаю, что в доме есть специальные секторы. Вот как их самостоятельно можно определить? Секторы самостоятельно, конечно же, компас или по компасу лампань профессионально. Если не профессионально, то хотя бы по телефону. Я сразу же ищу телефон, как все деловые женщины и люди нашего мира. По компасу, то есть найти, конечно же, самое главное, север, потом юг, запад и восток. То есть он вам определенно покажет. Но если это высокие этажи, то вы выгляните в окошко и определите на глазок хотя бы, да, элементарно. По солнцу. По солнцу, да. Или смотрим на севере у нас аэропорт, на юге Покровск, на востоке река Лена и на западе Чичурмура. Александра, можно вот рассказать нашим телезрителям, какие бывают сектора? Сектора бывают... И за что они отвечают? Ну, больше всех людей интересует, конечно, сектор богатства. Он находится на юго-востоке. Сектор богатства? Я думала, сектор здоровья и любви. Сектор здоровья у нас... Сектор богатства. Кстати, насчет богатства про юго-восток. Очень многие фэншуисты любят на юго-востоке устанавливать маленькие столики. И на этих столиках они ставят все свои элементы роскоши и богатства, все, что у них есть в доме. Ганеша, хатей, то же самое с жабок, с которым многие начинают свою жизнь, когда связываются с фэншой. И остальные атрибуты богатства. Можно поставить там шкатулку с золотом? Шкатулку золота, шкатулку, скопилку денег. Все, что символизирует деньги, все на юго-востоке. А вот символизирует именно по фэншой или, может, для кого-то деньги символизируют роскошные часы, например? Пожалуйста, кладите часы. Еще раз хочу отметить, что если не полезен металл, то человеку не стоит носить часы. Александра, скажите, пожалуйста. Получается, что все равно одной жабой не отделаетесь. Если вы сидите дома, не предпринимаете никаких мер, естественно, вы богатыми станете. Подлежащий камень вода не течет, естественно. Самое главное для меня – совершить перемены в своей голове, маленькую революцию. Если у вас больше позитива, добра и стремления идти вперед, без обид, без ссор, без лишних драм. Потому что вот темные энергии, которые… Когда вот происходят у людей проблемы, разводы, различные тяжелые обстоятельства, ситуации, болезни, только в тот момент, когда накопится достаточно вот этих темных энергий. Энергии обид, энергии скандалов, ссор. А чем больше в доме радости звучит детский смех, играет музыка, шурчание ручейка, тем больше, естественно, набирается светлых энергий. Когда у человека все хорошо, и он идет только вперед. А я слышала, что нужно избавляться от хлама. От хлама обязательно. Понятно. Почаще избавляйтесь в доме от хлама, приглашайте филиппинок, сами убирайтесь, и все будет замечательно. Потому что даже вы понаблюдайте за собой, уберите дома, подоконник очистите, помойте, расставьте красивые цветочки, полейте, передвиньте дома несколько вещей, 8 вещей, 20, 27, без разницы. И вы увидите, как пойдут потоки энергии хороших. Вам начнут звонить, какие-то проекты, заказы, интересные предложения. А можно узнать? Мне всегда было интересно. Есть такие суеверия, что вечером нельзя мыть полы? Как вы к этому относитесь? А суеверия, мне кажется, все больше из нашей головы. Если мы спроецируем, что это круто, мыть полы по вечерам, то, естественно, вы моете по вечерам полы и говорите, каждый раз я мою полы, и ко мне приходят деньги, или интересные проекты, это все будет работать. Но по канонам фэн-шу, естественно, это все, что связано с позитивом, все, что связано с добром и удачей. И не просто на словах, а действительно действовать в этом направлении. И хочу отметить, что если вы хотите научиться правильно распределять время, но вы сами самостоятельно не можете это сделать, то, конечно же, вам придет на помощь Google, книги интересные, позитивные, разные истории ваших знакомых и друзей. И, конечно же, такие гуру и мастера, как Наталья Правдина, основатель фэн-шуй, не основатель фэн-шуй, а человек, который первый привез в Россию фэн-шуй уже много лет назад. И все остальные, это все ее уже ученики идут по России. То есть Россия не узнала бы фэн-шуй, если бы не была Наталья Правдина. То есть не так быстро, может быть, со временем. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, Александра. Мы знаем, вы что-то там прислали. Да, я вам принесла разыграть билет. Не разыграть, а подарить билет хочу. Я не знала, что у вас три красавицы. Можно я первая сидящая. Обязательно приходите на семинар. Здорово, да, обязательно. И вам подарить книжки. Так что я еще десла. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Александра. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой сразу продолжим. Я напоминаю, вы смотрите «Город женщин». Мы говорим об организованности. Чтобы быть организованным, нужно записывать все. В ежедневник, в тетрадь какую-то, в мобильное приложение. Когда у вас все систематизировано, все написано на бумаге, вам не нужно тратить энергию, чтобы запомнить это все. А чтобы у вас был красивый ежедневник, нам об этом расскажет Юлиана Ким в своей рубрике «Фабрика идей». Здравствуйте, с вами рубрика «Идей». И сегодня я хотела бы вам показать, как можно сделать своими руками красивый ежедневник из простого блокнота. Сюда мы будем записывать наши планы. Вот, допустим, в сентябре у нас началась передача «Город женщин». Вот планы на октябрь. Планы можно расписывать также на неделю. И планы на месяц. Сюда можете приклеивать свои наклейки. У меня блокнот, это не обычный блокнот, от скетчбук. То есть, что такое скетч? Это зарисовки, рисовать. То есть, ваша фантазия, ну, дает волю вашей фантазии, что вы пожелаете здесь, то и можете здесь нарисовать, наклеить какие-то фотографии. Какие-то пожелания, мотивационные себе, чтобы вот планировать свое время. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы сделать наш красивый ежедневник, нам нужен блокнот, синтепон плоский, кусок хлопковой ткани, для декора цветочки и декоративные уголочки, а также лента для закладочки и вот такая декоративная лента, чтобы украсить наш блокнотик. Давайте начнем. Для начала нам нужно нанести прозрачным клеем кристалл на блокнот. Вот не жалея, значит, клея. Не испортит клей? Нет, можно даже другой клей лучше использовать, клей ПВА. Клей не испортит абсолютно, наоборот. Илья, вот ты так много техник интересных знаешь, да? Каждый раз ты нас радуешь такими замечательными произведениями искусства, да? Можно так называть. А вот сейчас в какой технике ты работаешь? Эта техника называется скраббукинг. Очень интересная техника. Она переводится как скраб-вырезка, бук-книга с английского языка. То есть, вот, если вы вспомните, наши бабушки, наши родители делали фотоальбомы. Они вырезали фотографии, красивые уголочки приклеивали, хранили наши вот первый зубик, отпечаток ручки, маленькой ножки. И сейчас это направление, оно возрождается и становится очень популярным. В такой технике вы можете украсить не только ежедневник, но и фотоальбом, или же кулинарную книгу. Ну, мне кажется, это просто замечательный подарок еще, да? Да, это будет замечательным подарком, конечно. Вот, мы приклеили наш синтепон. Следующим шагом наш будет, это мы должны положить на ткань. А синтепон, он для чего? А вот, чтобы приятный на ощупь был. Чтобы не твердый, а мягенький такой. Так, на ткань наносить клей не надо. Мы сделаем, загнем. Вот забыла сказать, что когда будете вырезать ткань, нужно оставить 3 сантиметра на загибы. Вот таким вот образом наносим клей, заворачиваем. И когда будете углы заворачивать, нужно 45 градусов загнуть ткань, чтобы она красиво смотрелась. Аккуратно. Вот это вот нужно посмотреть, как это загибать, 45 градусов. Я недавно делала своему сыну обложки на тетради, на книге. И тоже вроде бы иногда вырезаешь, получается, все. А потом следующую книжку делаешь, уже не получилось, уже некрасиво. Вот так вот сгибаете. Почему клей ПВА? Многие, наверное, зададутся вопросом, как эта ткань совмещается с клеем ПВА. Обычно же на клей ПВА клеят бумагу, картон. Нет, тут даже в описании написано, что она подходит и для ткани, и для бумаги. То есть она хорошо берется, и руки не мараются. Вот, допустим, если бы я сейчас использовала клей Кристалл, у меня все руки были бы уже липкие. А так получается аккуратненько. А почему хлопковая ткань? Можно взять какую-то другую? Ну, потому что она мягенькая. Это вот такая ткань, которую используют для лоскутного шитья. Пэтчворк называется. И у нее очень красивые, как сказать, мотивы. Обычную ткань можете взять, там, коричневая, красная. Она не будет так миленько смотреться. Получается, что этот блокнотик у нас в стиле шеби-шик. Он у нас появился в Англии. Одна женщина, она собирала старую мебель и украшала ее своими подручными средствами. Сначала для себя, потом для родных. Потом уже вышла на новый уровень. И с другой стороны мы проделываем то же самое с нашей тканью. А я в детстве любила вот эти все ежедневники, органайзеры. Любила все вот это записывать. У нас в школе даже была книга для друзей, куда мы наклеивали наклейки, писали пожелания. И такая своеобразная анкета была. Да, ну анкета это еще в детстве, да. А мне вот нравились прямо такие взрослые органайзеры, красивые, такие были кожаные. Туда можно было ручку вставить. И чувствовала себя такой занятой. Все время у меня куча дел. Смотришь по своему органайзеру и думаешь, что ты такая бизнесвумен. Давайте узнаем, что наши маленькие телезрители думают по поводу бизнесменов. Кто это такой? Давайте. Спонсор рубрики. Развлекательный центр «Мандарин». Добрый день. Когда наши дети начинают говорить, наступает самое умилительное время. Наши цветы жизни выдают такое, что не придумает даже самый смешной юморист. Сегодня мы узнаем у детей, кто же такой бизнесмен. Привет, Маш. Привет. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь слово «бизнесмен»? Он в очках и с костюмом, и телефон у него в руках. Чтобы ему все звонили, и он всем звонил, да? И спасать. Спасать? А кого он спасает? Всех людей. Герой. Супергерой. А что он делает? Мы совершаем поступки добрые. Бизнес – это когда что-то делают. А бизнесмен – это значит, что человек делает. Что он делает? Вот если бы ты была бизнесменом, что бы ты делала? Я вы. Делала уборку в доме. В доме? Я так всегда делаю, помогаю. Всем. Я очень люблю. Скажи, а как он надет? Не знаю. Не знаешь? Может, у него классный костюм? Да? Да. Что еще у него есть? Еще есть его маска. Маска? Угу. А когда домой он приходит, он ее снимает, да? Да. А ты знаешь, какой он бизнесмен? Нет? Нет. А твой папа не бизнесмен? Он только может ругать всех. А ты знаешь, где учатся на бизнесменов? Я не знаю. В школе учатся, наверное. Или в школе тайные. А где же находится эта тайная школа? Я бы тоже там поучилась. В Болгарии, на Болянке. Ты эту школу видела в Болгарии? Да. Классно. А ты бы хотела там учиться? Да. А бизнесменами бывают с женщиной? Нет. А мама твоя чем занимается? Детская студия. Ну, получается, мама твоя бизнесвумен. Она помогает. Она помогает мужчине-бизнесмену, да? Ну, а мама же бизнесмен. Как бизнесмен? Мама! Мам! А почему ты бизнесмен? Почему ты бизнесмен? И на этом все. Если у вас есть смешные видео с участием ваших детей, отправляйте на этот адрес. Буду ждать с нетерпением. Девочки, нам срочно нужно отправиться в Болгарию, в эту волшебную школу, чтобы стать бизнесменами, да? Какие смешные. Мама не может быть бизнесменом. Конечно, они же понимают, что мэн – это мужчина. Ну да. Это было объяснение, что бизнесвумен есть. Ну, у некоторых папа, который не бизнесмен, он обязательно ругается. Очень смешные детишки, конечно. Так, смотрите. Я вот для того, чтобы наша ткань не сползала, нужно использовать канцелярские скрепки. Вот таким вот образом мы зафиксируем нашу ткань, чтобы она у нас подсохла. И с внутренней стороны, я вот уже начала, с передней стороны мы приклеиваем форзац. Красивую такую бумагу для скрабукинга как раз-таки. Она специальная, да? Да, это специальная для скрабукинга бумага. Она разная продается, разных расцветок, разных рисунков. Я думаю, из подручных материалов тоже можно какие-то бумагу. Да, можно, кстати, использовать бумагу для подарков. А, точно. Вот видите, у нас тут так некрасиво. Мы сейчас возьмем бумагу, нанесем на нее клей и приклеим ее с задней стороны нашего блокнота. Ну, скрабукинг, она только такая, да, вся миленькая? Ну, скрабукинг, это делают открытки, конвертики красивые, с цветочками. А можно сделать какой-нибудь брутальный скрабукинг? Я думаю, да, почему бы и нет. Для какой бизнесмена? С машиной. Не знаю там что. Ну, наверное, это немножко плотная бумага, да? Да, плотная бумага для того, чтобы... Ну, альбомы в основном оформляют в таком стиле. Да, можно же и сделать, как ты говорила, Юлиана, альбом ребенку, да? Да. Там, следить. Допустим, первый год ребенка, да? Да. Делать какие-то потайные там конвертики, кармашки. Да, вот у меня все хранится, например, просто в коробочке, да, обычной. А вот как можно все красиво оформить? Можно взять старую коробку, обклеить ее красивой бумагой. Да, и чтобы оно все было в одном месте. Да. И оно так сохранится на долгие-долгие годы. Действительно. Так. Ждем, когда подсохнет наша ткань. Сейчас мы можем нанести уже тесьму красивую. Это джутовая ткань. Необычная такая ткань. Какие у тебя названия все, Юля? Это вот как похоже для мешков, да? Заметили? А, точно. Тоже мы приклеиваем вот сюда. Ну, пока Юлиана делает, мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой к нам придет девушка, которая умеет управлять финансами. Сегодня у нас в гостях хрупкая девушка, которая не просто умеет обращаться с деньгами и организовывать быт, но еще грамотно откладывать на покупки. Знакомьтесь, Наталья Бросева. Наталья, добрый день. Добрый день. Я честно скажу, что была у тебя в гостях и знаю, что у тебя всегда дома идеальная чистота. Все разложено по полочкам, у каждой вещи есть свое место. Как ты этого добилась? Как удалось организовать свой быт? К этому я, конечно, шла несколько лет. Я сидела на декретном отпуске и хотела окружить себя приятными вещами. Я заказала стеллажи, шкафы, то, что меня радует. То есть я занималась тем, что окружала себя вещами, которые мне приятны, и их рационально использовала себе во благо. Ты где-то черпала информацию, смотрела в интернете? Да, я читала множество. Внутреннее чувство. Интуитивно, да. Я к этому пришла и читаю много книг. Например, я почитала Мария Кондо, которая знает по всему миру. Это книга «Магическая уборка», о которой она рассказывала, как правильно возле себя пространство производить. Ну, так скажем. И поэтому некоторые вещи я использовала это к себе, на практике к своему дому, да. И многие вещи интуитивно использовала. То есть, получается... Например, скажи, какие вещи из книги? Складывать рулончиками футболочки, джинсы. То есть, все по рулону у меня лежит. Так больше влезает? Полотенца, футболки, все это грамотно происходит. То есть, получается, открываешь комод, и там все в рулончиках. Аккуратненько, да? Аккуратненько выбирай. Нет, абсолютно ничего там я не ковыряюсь. Никогда я вытаскиваю именно одну вещь, и все, и все на своих местах остается. Сушки снимаешь, да? Сушки снимаю, начинаю гладить, складывать, и все в таком стиле. Даже, между прочим, можно и не гладить. Если такие футболки, например, в рулончик складываешь, то абсолютно можно не гладить эти вещи. Здорово. Наташа, расскажи, как ты распоряжаешься финансами? О, финансами, да, это моя любимая тема, да. Я начала с того, что я начала откладывать денежку от своей основной зарплаты. То есть, основной заход – это мой супруг. Ну, и при этом я тоже зарабатываю деньги. И я решила эти деньги не тратить, а откладывать. Сначала это было 10%, потом 20%, потом я увлеклась, и доходит даже до 100%. Ну, расскажи, как ты вообще распределяешь свой бюджет? Как я распределяю свой бюджет? То есть, примерно вот у меня вот сектор, да, сектор. И по секторам я делю продукты, ШКХ, другие расходы, и расходы на одежду и прочее. То есть, в принципе, мы все знаем, что раз в год осенью или летом, да, происходят большие распродажи, и на этих распродажах я покупаю вещи для детей, для себя. То есть, сейчас происходят распродажи. Вещи на следующий сезон, да, получается. То есть, я прекрасно знаю, что сейчас через полмесяца у нас будет распродажа большая. Где, когда, все по руль яхке. Незрекинцам, вот. Например, вот сейчас уже прошла распродажа H&M в Альберис, сейчас прямо идет распродажа, 55% скидка. То есть, ты можешь найти для себя какую-то понравившуюся тебе вещь и приобрести ее со скидкой около 70%. То есть, получается, ты покупаешь в интернете? Да, я все покупки делаю в интернете. То есть, я никогда не иду здесь в Якутске, что-то там приобретают, только хлеб. Вот раз речь зашла о хлебе, вот расскажи, а как с продуктами ты? С продуктами у меня то же самое. То есть, я заранее планирую свой бюджет. Я знаю, что на этой неделе что-то, что-то будет. Даже у меня запланированы все ужины, обеды и прочее. То есть, у меня есть специальная бумага, где все написано, какой ужин сегодня у меня будет. То есть, согласно этому, я покупаю продукты. Продукты я покупаю тоже в оптовке. Все заранее? Все заранее. Сколько продуктов ты купишь, все используешь? Я не нарезаю ничего, то есть, я сразу готовлю из холодильника, беру, что мне нужно, например, курица с овощами. Все, я беру овощи, курицу, режу и все счастливы, довольны и сыты при этом. При этом каждый день я готовлю. Я не готовлю никогда, что вот вчерашнее мы будем. Борщ на три дня. Не, ну борщ это понятно, это суп в любом случае, борщ это вкуснее на завтрашний день, да, поэтому борщ это можно кушать два дня, да. Наталья, давай вернемся к порядку, да, к организации быта. Как тебе удалось организовать свою семью, приучить своих детей порядку? Самое главное на самом деле, да, это своим личным примером, не надо воспитывать детей, надо своим примером показывать, как ты относишься к вещам, к своему дому, как нужно уважать свой дом к вещам, которые тебя окружают. То есть у нас двери дома не хлопают, не повышают голоса и прочее, прочее, то есть дети видят твоим примером, как это все происходит. Но при этом у детей своя комната, свои стеллажи, у каждого из них, мальчик-девочка у меня, да, у старшего свой порядок, как он считает нужным, он это делает. А сколько им лет? Сколько лет? Сыну старшему 14 лет, а дочери 3 года. И вот тем не менее. И даже она придерживается, да? И даже она, да, я себе поставила цель, чтобы к 3 годам мой ребенок сам мог раздеваться, одеваться, это тоже на самом деле труд, труд человека, который сидит дома. Это есть система Монте-Сори, обучающая система Монте-Сори, которая говорит о том, что дети сами могут всему научиться, только им нужно помещение, пространство. То есть смотрите, вот вещи ребенок собирает, складывает, значит ему надо маленький шкафчик на уровне его роста. У моей дочери есть этот маленький-маленький шкафчик, куда она складывается и маленькие-маленькие вещички. И, например, вот книжки, вот именно эта полка, эта секция только для книг. Туда, кроме книг, мы ничего не кладем абсолютно. Каждая есть полочка, и в каждой полочке есть, например, коробочка. В этой коробочке лего, в этой коробочке карандаши, в этой коробочке еще что-то. То есть они знают, когда вещи убирают, все коробочки они автоматически складывают. Хотя они абсолютно... Да, у каждой вещи должно быть свое место, да? У каждой вещи свое место, да. Нужно определить, тогда оно будет само собой. Вообще я считаю, что порядок в голове, порядок в доме, порядок в голове. То есть делать так, чтобы все было удобно при этом, с закрытыми глазами все это, не тратить время. Это, наверное, больше делают ленивые люди. Зато вот один раз положу куда надо, да, потом все равно эту вещь найдешь в любом случае. А вот у тебя все систематизировано. И вот выходной, сколько тебе нужно времени, чтобы прибраться? Я, например, не делаю так, что вот раз в неделю, я прям у меня супер генеральная уборка. Раз в месяц это происходит, я каждый день убираюсь, но понемножку. То есть мимоходом прохожу, где-то что-то не там лежит, в коробку, в коробку, в коробку прошла. Мимо, дальше пошла в коробку, в коробку, в коробку. И, например, есть вещи, которые часто мы используем, и вот бывает там визуально, открывая шкаф, визуально некрасиво, да. Хотя кажется, что за закрытыми дверьми шкафом там все идеальный порядок. Не всегда так, особенно когда какую-то вещь ищешь. Бывает такое иногда, к сожалению. Наташа, скажите, а вот вас этому кто-то научил? Родители, бабушки, дедушки? К этому я пришла сама. Да, когда ты живешь в доме маленьком, у нас был маленький дом, и нужно, чтобы все вещи лежали на своих местах, чтобы не было беспорядка. Когда ты ищешь все это, да, происходит куча, бывает же, женщина собирается, да. Я вот к своему сожалению могу сказать, что когда я собираюсь, после меня в моем шкафу невозможно что-то найти. Но я потом прихожу, обратно все это быстро-быстро собираю, и это мне не занимает больше там 20 минут. Я не люблю убираться, честно, не люблю там вытирать пыль часами. Я проучила к этому детей. Здорово. А вот мама была, да, такая финансово грамотная, и дома все в порядке? Ну да, родители меня научили, во-первых, порядку и финансовому накоплению. То есть свое время в детстве я узнала, что я действительно умею копить. Когда мы поехали в Москву, в лагерь, да, мне было 10 лет, и каждый день детишкам выдавали по 50 рублей на карманные расходы. А я все эти дни 50 рублей эти не тратила. И у меня остались эти деньги, причем я купила родителям подарки, себе футболку, мишку. Причем до сих пор эти вещи у меня в целости, в сохранности прошло, между прочим, 22 года с тех пор. А расскажи, где ты купишь, на карточке, да, или вот, может, наличными ты купишь? Нет, у меня вообще налички никогда не бывают. Я у меня есть счет в Сбербанке, да, реклама, она маленькая. У меня есть счет в Сбербанке, там я все накопления делаю. То есть я получаю зарплату, иду в банк, отдаю эту зарплату банку на съедение, и там деньги... Прямо сразу в тот же день? В эту же минуту, все, я получила зарплату, рядом благо банк, я иду, отдаю деньги, и все, я сбываю то, что... Если мне какие-то деньги нужны, естественно, я их трачу там, но у меня нет такого, что бывают какие-то спонтанные покупки. Все покупки у меня запланированы заранее. Запланированы, нужно все планировать, да? Я все планирую, да, вот сейчас я куплю там что-то, что-то. Вот сейчас из больших покупок у меня будет у сына брекет остается. К этому мы шли, к этому мы долго думали, поставить или нет. Ну, то есть вот такие вещи мы еще... Откладывала, накопила. Откладывала, накопила, и то же самое касается отпуска. То есть сейчас я уже думаю, чем я буду заниматься следующим летом. Спасибо большое, Наталья, за интересную беседу. Спасибо, очень интересно. Надеюсь, твои советы нам пригодятся. А мы прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. Всю неделю мы работаем, бегаем по кружкам с детьми. А потом в единственный свой выходной, ну в два дня, в субботу, воскресенье, чем мы занимаемся? Уборкой. Уборкой и стиркой. Вам не кажется, что это немножко несправедливо? Кажется, несправедливо. Ты теряешь свое время, тратишь столько на уборку. Я специально спрашивала своих знакомых девушек, как же они с этим справляются. И для меня стало открытием, что многие из них придерживаются системы Fly Lady. Вы когда-нибудь слышали об этом? Нет. Ну вот то, что сейчас Наталья говорила. Да, Наталья неосознанна, но придерживается системы Fly Lady, получается. Да вот я хочу вам сейчас рассказать прям основные принципы, да. Потому что если об этом говорить, то одного дня даже не хватит. Во-первых, ваше золотое правило, у вас должна быть чистая раковина на кухне. То есть вы ее моете каждый день и тем самым настраиваетесь на нужный лад. Да, а мне говорили всегда, мама всегда говорила, что чистая, ну раковина это лицо хозяйки. Она должна быть всегда чистой. Раковина и плита. Да, а вот следующий совет, он будет очень полезен домохозяйкам. Ну вот вы проснулись, и не надо закрываться там в халаты, в футболку. Надо сразу привести себя в опрятный вид, чтобы вот они говорят, что должен быть такой вид, чтобы прямо вот сейчас я пошла в магазин, пришла домой, вот я не должна там переодеваться каждый раз. Я должна выглядеть красиво всегда. Ну, они говорят, что тем самым они уважают своих домочадцев, тем самым у них хорошее настроение. Третье правило, то что никакого хлама, никакого вообще лишнего. Вот мы же там что-нибудь сделаем, положим туда до лучших времен. Копим, авось пригодится. Да, авось пригодится, но если вы не пользуетесь вещью больше полугода, значит она вам абсолютно не нужна. Да, вот даже самые ярые фанатки этой системы, они там, по-моему, 21 вещь или 27 вещей в неделю, по-моему, должны выкидывать. У них там такой план стоит. Ой, помочки. Я очень-очень трудно расстроиться со своими вещами. Да, тем самым убирая там мусор, допустим, да, хлам, они открывают место для новых вещей. Вот, а далее советуют разделить жилье на зону. Вот это очень интересный совет. Например, мы же не можем, вот как мы убираемся в выходные, все вылезать, все за один день. А вот флай-леди, они придерживаются такого. Вот эта неделя, у меня неделя кухни. То есть каждый день именно 15 минут мы должны убирать немножко по... Тут шкафчик прибрала, там крупу перебрала, вот. И главный принцип... А остальное это не важно, типа на зале... И то есть к концу недели вы должны получить хорошую организованную кухню. Вот. Ну, такие вот основные принципы. Здорово, спасибо. Очень интересно, да, Ась? Попробуем. Вот теперь мы точно уже прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. Я напоминаю, вы смотрите «Город женщин». Сейчас мы узнаем, какие же мобильные приложения помогут нам стать более организованными. Об этом нам расскажет Сарглана Амосова в рубрике «Полезный инстаграм». С вами рубрика «Полезный инстаграм». Что же может быть общего между организованностью и интернетом? Ведь многие считают, что социальные сети – это самый настоящий пожиратель времени. И сейчас я вам расскажу, как же можно проводить время в социальных сетях с пользой. Во-первых, я считаю, что очень важна мотивация. Лично я подписана только на те страницы, которые меня вдохновляют. И тем самым, вот я смотрю на их распорядок дня и удивляюсь, у них в сутках те же самые 24 часа. А как они это все могут? Если они могут, то и я смогу. А также нужно пользоваться новыми технологиями, и поэтому нужно пользоваться приложениями. Я провела опрос среди своих знакомых, и очень многие поделились тем, что пользуются приложением «Вандерлист». Сейчас я вам хочу его показать, как он выглядит. Вот, запишите, пожалуйста. Да, вот именно пользователи отмечают то, что это приложение удобно тем, что вы записываете полностью ваш список дел, пишите прямо вот сроки, когда вы должны это дело сделать, и время. Тогда приложение будет вас автоматически постоянно напоминать вам то, что вы должны держать в тонусе. Да, все верно. Но если мы заговорили о приложениях, то нужно пользоваться приложениями по учету личных доходов и расходов. Я, честно, не пользовалась. Скачала буквально на той неделе. И знаете, как я была удивлена? Сколько же денег мы тратим на мелочи? Покажи. Потом, девочки, после передачи я вам расскажу. Ну вот, просто купили тут хлеб, попили там кофе, там, ребенку нужно носки купить. Все. И тысячи, как не бывало. Шоколадку. Да, и шоколадка, да. И потом, кажется, вот где же были мои деньги? Так, и еще я хочу вам рассказать то, что Instagram – это просто огромная образовательная площадка. Вы знали об этом? Нет. Мы думали там только развлечения. Ну вот, смотрите, девочки. Сейчас я вам покажу. Помните, я вам рассказывала, как правильно оформлять шапку профиля? Да. Вот, то есть мы там вводим то, что нам нужно найти. Ну, или… Найти. Да, чтобы нас нашли, или мы находили то, что нам нужно. Сейчас мы вот поисковик наш, мы там набираем. Учим. Так, английский. Учим. Английский. Извините. Английский. Да, у нас выходит очень много страниц. Слипло на Алик. Да, для себя я выделила вот эту страничку. То есть вы можете, да… А, английский. Английский, да. Вы можете поставить себе вот такой челлендж, например, да. День по несколько слов. В день узнавать по пять слов, например. Не надо ставить 30 слов, да, вот таких нереальных сроков. Но представьте, так, если вы будете в день узнавать по пять слов, то сколько вы узнаете через год. Также, это очень хороший совет для мамочек в декрете. Можно также набрать спорт дома. И выходит очень много страниц. Вот я опять же выделила интересное. Пироженки – это не спорт. Нет, смотри, но это же вот… Это, скорее всего, ПП-рецепт. Вот, манны, оладьи с яблоками, отлично, подойдут для завтрака. Также тут есть… Давайте посмотрим страничку. Ну, тут мотивирующие картинки красивых девушек. Давайте посмотрим, что тут написано. Правильная растяжка. Вот, разогрев, да, все написано. Если у вас нет возможности посещать фитнес-зал, то, я думаю, это прекрасная альтернатива. Вот, и также вы можете искать много-много интересных, ну, по вашим интересам, да, вбивать интересные теги. И вообще я считаю то, что Инстаграм очень организует человека. Помните, я вам рассказывала, если вы хотите сделать красивую фотографию, что нужно сделать? Нужно убраться. Одеться, чтобы хорошо выглядеть на фотографии, что нужно сделать? Надо красиво накраситься, красиво одеться. Привести себя в порядок. Да, а вот представьте, если вы блогер, вам же нужно полезное вот каждый день рассказывать. Если вы подумаете, ой, нет, сегодня я хочу полежать под одеялком, то о чем вы расскажете людям? Поэтому вы встаете, одеваетесь и идете вершить... За новой информацией, да? Да, за новой информацией вершить великие дела. Так, а если мы начали говорить о блогерах, давайте поподробнее. Если вы хотите стать блогером, но не знаете, как это сделать, я вас всех приглашаю на свой инстамарафон. Мы начинаем уже 23 октября, где я вам буду рассказывать основы Инстаграма, о том, как писать красивые тексты, делать красивые фотографии. И мы будем полностью работать в команде, и все будет проходить онлайн, так что вы можете принять счастье с любой точки планеты. И главное правило, девушки. Как же вообще я пришла к тому, что Инстаграм перестал быть моим пожирательным времени? Я отписалась от всего ненужного. Например? Например, красивые одежды, я от этого отписалась, потому что это не входит в мои основные какие-то обязательства. Да, я отписалась от всяких звездных, селебрити-страниц, потому что они мне совершенно не нужны. И вот если вы, допустим, это же как уборка. Вы убираетесь в своем виртуальном пространстве, выбираете все лишнее. И после этого действительно вот вы начинаете листать ленту, и потом вы увидите, как там все, жизнь кипит, все делать. И вы думаете, так, нет, сейчас и начинаете писать списки дел, и все, и вы, одухотворенное, начинаете покорять этот мир. Да, только полезный контент оставляете у себя. Только полезный контент, да. Да, действительно, это вот вообще самый хороший совет, мне кажется. Бывает, залезешь, да, посмотреть, как дела у твоих друзей, и пошло-пошло-поехало. Да, это проблема нашего времени. Да. Гаджеты все сидят в них, в Инстаграме. Ну, и я предлагаю со страниц виртуальных вернуться к страницам реальным. Юлия, у тебя уже готов ежедневник? Да. Хочу показать. Прям очень красиво получать. Вот такой у меня получился ежедневник. Ой, мамочки. Какой прямо девяти. Я думаю, что для любой женщины будет приятно его использовать. Она будет записывать сюда свои планы, свои расходы, будет планировать день, планировать неделю, что-то рисовать, что-то приклеивать, фотографии близких, родных. Я думаю, что такого ежедневника хватит на год, а потом снова новый, и потом можно это все сохранить и как архив вспоминать, что же происходило с вами в те или иные годы. Девочки, подскажите, пожалуйста, вот вы сами ведете ежедневники? Я, честно, нет. Я раньше всегда вела. Вела все, да, а сейчас у меня все ушло в виртуальный. На работе у меня есть ежедневник. У нас на работе мегаплан, и мы вот все по нему. Да, а вот сейчас я понимаю, что нужно иметь для себя хороший ежедневник не в телефоне записывать, а вот именно сесть вечером и написать несколько дней, несколько планов на завтра. И тогда в голове твоей это все уложится. Да, девочки, а вот знаете, вот суперпланировщик, как делают, они пишут не то, что надо сделать, а пишут, почему я должна это сделать, видя конечный результат. Вот, например, вы говорите там, встреча с Машей. Но вы же, когда собираетесь на встречу, вы понимаете, вы пишете, допустим, если это ваша подушка, вы пишете, морально отдохнуть, допустим. А если вы едете к клиенту, вы не говорите там, ну, поболтайтесь с клиентом о делах, там, без такого, да, вы говорите, заключить договор. Да, то есть все ваши действия, да, тогда это же, опять же, ваша такая мотивация. Для чего вы вообще это делаете? Для чего это делаете, да, вот, допустим, идем в магазин, не просто там походить, там, а выбрать куртку, да, если прийти к обычной жизни. Идем в магазин, чтобы приготовить какое-то блюдо, вот так, чтобы не тратить время просто так. И знаете, что мне вот лично очень нравится? Я люблю очень много дел писать, я пишу даже там, сходить в магазин, просто пишу сходить в магазин, потом встретиться там, что-то еще оплатить. Я пишу очень много пунктов, потому что мне очень нравится вычеркивать. Ну да, говорят, что это самое-самое любимое занятие. И я вот реально смотрю вечером, ой, как же я много сделала, какая же я молодец, да, как же все хорошо. И такие даже бытовые вещи я не думаю, ай, само собой получится, нет, забрать детей из сада, вот даже любые мелочи надо писать обязательно. Да, наверное, это вот очень организует. Чтобы это все успеть, как раз и нужен ежедневник. Да, такой красивый, как у тебя. Спасибо. А девочки, я вот еще вычитала, выписала для себя несколько действий, да, которые нужно выполнять ежедневно, чтобы быть более организованным. И нужно их превратить в привычку. Тогда у вас наладится весь быт. Первое, это нужно застилать кровать. Всегда. Да, вот вы только проснулись, неважно, суббота, воскресенье, понедельник, опаздываете на работу, нужно застелить кровать. Потому что, когда вы приходите домой, у вас застелена кровать, и кажется, как будто бы уже более-менее порядок, да. Еще одно правило. Если заметили что-то сломанное и знаете, что вы это не почините, это нужно обязательно выкинуть. Вот бывают люди, которые там, допустим, отвалилась какая-то там ручка, да, а я вот сейчас ее так приклею. И так она лежит. Да, и она так и лежит. Или там, допустим, вот положу, а потом пойду в магазин, точно такую же куплю, и чтобы не забыть, и все, оно так и забывается. Кстати, по фэн-шую нежелательно хранить сломанные вещи. Да, и еще мыть посуду сразу после приема пищи. Вот ты говорила, чтобы была всегда чистая раковина, да, и чтобы не захламлять, вот нужно прямо взять за правило и приучать своих маленьких детей, всех домочадцев. Вы только встали, помыли посуду. Потому что вот в раковине, когда накапливается грязная посуда, это сгусток негативной энергии. Это вот как раз и есть эти блокаторы. Да, девочки, мне прямо очень хочется вам рассказать. Буквально сегодня, когда я ехала сюда, я узнала о такой системе, которая называется «Магия утра». Или «Утра». Знаете, слышали-то на тени? Нет. Это просто, мне кажется, вот я попробую. А, это и серия, кто рано встает, тому выпадает, да? В идеале, ну сейчас это, конечно, прозвучит ужасно, но нужно вставать в 5 часов утра, потому что самое продуктивное время дня, это оказывается в 5 до 8 утра. То есть, когда весь город спит, вас никто не отвлекает, все спят, да? Никто там в WhatsApp не пишет, ничего не происходит, и в это время можете погрузиться полностью в себя, подумать, что вам действительно нужно, и только этому посвятить эти 3 часа. Да, и потом ваш день уже будет очень легкий такой. Сделать зарядку. Да, сделать зарядку. А еще ученые доказали, что не обязательно, чтобы была у вас дома стерильная чистота, потому что такой небольшой творческий беспорядок, да, он улучшает воображение и стимулирует к творчеству. Поэтому, я думаю, не стоит зацикливаться на уборке. Дорогие телезрители, наше время подошло к концу. Если у вас есть какие-то предложения, пишите и звоните нам. Всего доброго, до встречи, удачных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!